Здравствуйте, уважаемые садоводы! Многие спрашивают, как обрезать розу, чтобы она дальше продолжала радовать нас цветением. Вот на фоне вот такой вот розы я сейчас покажу. Специально здесь вот не срезала отцветшие цветы, бутоны. Но нам же еще хочется, чтобы мы домой, цветущие розы, поставили вазочку, королеву цветов. Поэтому сейчас посмотрим, как правильно нужно обрезать, чтобы дальше еще продолжали расти побеги и как можно больше их было. Вот, сначала мы себе любимую срежем розу в вазу. Как срезать? Обычно по правилам срезают после первого настоящего листа. Настоящий лист у розы, как правило, тот, который имеет пять и более листочков. Но не факт. У некоторых сразу вот здесь вот пять листочков. Это обычная у кустовой розы, вьющаяся. Вот смотрим. Вот это у нас три листочка. Это как бы считается ненастоящие. Вот это пять. Мы срезаем чуть ниже. Срезаем вот над вот этим. Вот так вот, чтобы у нас и цветок был более-менее не короткий. И чтобы отсюда, нет, даже, пожалуй, вниз, чтобы отсюда пошли разветвления. Почку мы смотрим, чтобы сюда смотрел, не внутрь кустов. Тоже надо выбирать. Не вот, например, не туда, а вот внутрь. Значит, мы срезаем над этой почкой. Прямой срез делаем. Оп. Это тоже почти отсветший. Вот он на руках сыпется. То есть вот это ответвление мы сначала, первоначально обрезаем полностью. Вот так. Но это просто декоративная обрезка, потому что из этого пенечка уже ничего не растет. В ближайшем обозрении почки нет вокруг него. Это мы просто сделали декоративную обрезку. Дальше. Вот это у нас роза. Замечательно пахнет. Но здесь, смотрите, вот три листочка. Три. Нам бы надо срезать пониже, но вот сверху пять настоящих. Значит, мы что сделаем? Ниже вот этих трех листников, но не ниже вот этого обреза. Здесь у нас будет почка расти, вот тут. Так бы, по идее, вот здесь надо отрезать. Так, вот путают вот эти три листика. Так. Попробуем так и посмотрим, как она будет расти. Вот так мы срезали. По прямой у нас, значит, планируется вот отсюда почка будет расти. Вот отсюда. И снизу. Так, вот отсюда у нас пытается что-то расти, и похоже на шиповник, но это не шиповник, потому что листочки у нас вот. Значит, мелкие листки, которые идут, мы это ответвление отрезаем. Вот так вот. Так, дальше смотрим. Вот этот вот тоже отросток только соки берет. Вот, мы их тоже вырезаем, и чтобы не было застой воды, и все проветривалось. Ну, в принципе, у розы все, что вам не нравится, сухое, корявое, грязное, покусанное, все здесь можно вырезать, чтобы не проходила болезнь дальше. Так, здесь мы облагородили. Будем надеяться, что здесь что-то пойдет из цветов, из бутонов. Отсюда пойдет. Перед удобрением мы сначала поливаем землю. Добавляем немножко аммиачной селитры. Это для того, чтобы росли это азотное удобрение. Чуть-чуть присолим. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. И присыпаем сульфатом магния. Тоже присаливаем землю. Прям буквально чайную ложку на кустик. Бочью рыхлим, чтобы не образовалась корочка. На поверхности. Листочки опавших роз можно использовать в качестве мульчирования. Мульчи. Листочки от опавших цветов можно использовать в качестве мульчи. Мульчировать, чтобы влага не испарялась быстро. Вот и все. Ну вот, мы сегодня срезали розы. Себе букет срезала и заодно посмотрела, как розочку побудить к тому, чтобы она еще больше побегов дала, нарастила. Подкормили азотными удобрениями и подкормили еще сульфатом магния. Обрезайте, радуйте себя и своих близких такими цветами. Королева цветов роза всегда порадует вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok